Вода Многие физические вопросы приходят в голову не во время работы в лаборатории, а когда мы отдыхаем на природе. Вода – это прозрачная жидкость, у нее нет света. Однако сухой песок становится заметно темнее, если его намочить. То же самое происходит и с мокрыми джинсами. В лаборатории можно поставить еще более интригующий опыт. Смочим песок двумя прозрачными бесцветными жидкостями – водой и бензиловым спиртом. Видно, что во втором случае песок темнеет заметно сильнее. Жидкости выглядят одинаковыми, а потемнение оказалось разным. Спрашивается, почему? Посмотрим сначала на сухой песок. Это сыпучий материал. Он состоит из отдельных песчинок, многие из которых прозрачны. Падающий свет многократно преломляется, рассеивается и поглощается в отдельных песчинках. И часть этого света выходит из песка наружу. То же самое происходит и с тканью, ведь она состоит из нитей, которые, в свою очередь, скручены из тончайших прозрачных волокон. Чтобы увидеть это многократное рассеяние, посвятим лазерной указкой на кружку с рисовыми зернами. Рассеянный свет лазера ярко освещает весь прилегающий объем. Световое пятно на поверхности создает лучи, которые после многократных рассеяний выходят из толщи риса наружу. Нарисуем световой луч, прошедший через отдельную прозрачную песчинку. Если воздух вокруг песчинки заменить водой, этот же луч отклонится на меньший угол. Песок состоит из множества таких песчинок. Чтобы выйти из толщи песка назад, световому лучу в мокром песке придется сделать больше шагов, чем в сухом. Чем больше шагов, тем больше световой энергии поглотится внутри песчинок, и тем меньше света выйдет наружу. Именно поэтому мокрый песок оказывается темнее сухого. У бензилового спирта показатель преломления больше, чем у воды. В нем песчинки отклоняют световые лучи еще слабее, чем в воде, поэтому смоченный бензиловым спиртом песок выглядит еще темнее. Приготовим 4 жидкости с разными показателями преломления. Вымочим в них 4 кусочка ткани, а пятый оставим сухим. Яркость рассеянного света будем измерять с помощью датчика, подставляя под него последовательно все образцы. Вот результаты нашего опыта. Яркость сухой ткани здесь принята за единицу. Чем больше показатель преломления жидкости, тем темнее становится ткань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова